привет меня тут назвали снобом за то что я критиковал какой-то фильм и я размышлял над этим если можно было бы людей разделить на касты то вот из двух каст таких производителей фильмов книг резина авторов так называемых грубо и критиков я бы разместил сверху более высокая каста художников авторов производящих более низкая каст низкое место нижнее местоположение пониже располагаются на критике почему дело в том что любой художник даже если он воришка даже если он много заимствует как выражался кончаловский я смотрел одну пресс-конференцию ему указали по моему продам дураков мы указали на то что его фильм в его фильме много заинства за имствований из фильма феллини корреспондент высказал выразился так воровства и кончаловский так спокойно это выслушал и красиво так заметил что воруют бездарности а у великих заимствует вот даже если художник очень много заимствует и не знаю как-то слабые его произведения не актуальны не интересны скучные драматургические и актерские и я не знаю авторские стилистические как хотите в любом случае он создает свое произведение фактически ни на что не опираясь это такой висящий в воздухе как в гравитации висела на героиня булока человек который создает некий продукт да у него есть какие-то концы общекультурные какие-то знания там много чего есть но тем не менее это все равно человек висит в воздухе он создает некий фундамент критик любого рода критик он опирается на этот фундамент и создает произведение свое авторское критическое разбирающие произведение автора тоже как автор создает произведение но тем не менее это более легкая позиция да то есть человек просто встал на фундамент начинает стоя твердо двумя ногами на этом фундаменте разбирать ваше произведение поэтому я не знаю как себя видит сами критики разного рода публицисты от искусства такие да которые опираются на разбирая чужие произведения но я вижу я собственно не предложение к тому не к другому автору кругу по сути я не такой большой там автор и никакой не критики естественно я вижу это так что критик даже если он злобно критикует самый ужасный в чем не фильм книгу я не знаю спектакль не что-либо другое он все равно находится ниже в своем социальном положении даже самый блистательный критик вот такая вот история не может критик быть выше автора есть правда такие не исключения знаете такие совсем уже автора автора перед там переснимаю на их как моменте кавказскую пленницу кадр в кадр фактически они не выступают авторами они даже неремесленники в хорошем смысле да это кнопка нажиматели да то есть они посмотрели одну картинку выстроили другую картинку и нажали кнопку здесь не вижу я творческого начала такого до авторского начала вот в остальных случаях почти всегда даже если вот какой-нибудь фильм джентльмены удачи в принципе это очень слабая картина очень такая поверхностная нелогичная очень плохо сыгранная там одни сплошные недостатки но тем не менее это она не повторяет известный фильм она как бы берет его за основу и пытается на этом деле так сказать не создать собственное произведение не выходит но тем не менее это цернатор с первой вот поэтому я может быть и сноб хотя какой я сноб я вообще не понимаю как меня можно обвинить в снобизме серьезно меня червя подписывайтесь на канал ставьте лайки делайте репосты пишите добрые комментарии напишите зло вам так хочется я почти никого не баню удачи пока удачи